всем привет дубки на связи ребята сегодня мы будем с вами готовить тушенку из индейки в автоклаве домашний заготовщик но если быть совсем точным я ее уже приготовил дальше покажу вам только процесс смотрите какая она классная шикарная просто завораживающий взгляд тушеночка ссылка на сайт производителя домашнего заготовщика будет в описании и в закрепленном комментарии вы меня спросите куда мне столько тушенки ребята я вам отвечу я и себя не обижу и вас накормлю с десяток посылок я уже точно отправил почтой россии все дошли в полной сохранности банки обматываю пупыркой перекладываю их пенопластами вот этими вот старыми потолками которые раньше продавали в хозяйственных магазинах их и до сих пор продают слава богу ну и они гарантируют хорошую сохранность герметичную плотную упаковку и в принципе все замечательно доходит так что продолжаем смотреть то как я делал эту замечательную тушенку и переходим на сайт производителя чтобы ознакомиться с ассортиментом компании так ребята сейчас мы на камеру покажу все как закладывается баночки в каждую баночку две горошки перца черного со специями лучше не до борщик чем переборщить особенно если вы уверены в качестве специи потому что замкнутое пространство будет слишком навязчивый аромат лаврушка у меня хорошая абхазская это бабушки внучка привозила из отпуска поэтому тоже воврушка обалденная тоже лучше ее половинку и в каждую баночку немножечко морковки морковки тоже если побольше добавите в каждую банку бульон когда настоится в тушенке он будет такой насыщенный яркий морковочка отдает свой каротин и красивый такой яркий бульон получается одна и та же индейка но если добавить чуть-чуть побольше морковки то она будет поярче буквально по паре таких вот долек полукольцами . лучок тоже некоторые рецепты пишут лучок добавлять некоторые не пишут но знаете мне нравится больше когда с луком как-то вкус по насыщеннее и каждую баночку еще для сочности я добавляю бульон в котором индейка проваривалась про это тоже чуть позже расскажу и баночки тогда визуально кажутся полнее они такие аккуратные красивые не то что вот эти половинкины дочки и индейка сама получается у нас сочнее все мясо съемное с кости кусочки разные смотря с какой часть с какого части тела снято мяско какое-то потемнее какое-то посветлее то что банки мы выставляли на ноль теперь мы можем их тасовать у нас в принципе вес один и тот же и лука и морковки и бульона мы в каждую банку добавляли одинаковое количество поэтому не страшно даже там грамм в сторону грамм не в сторону предварительно мясо было посолено нарезано взвешено примерно каждую банку рассчитываем уже вес и взвешиваем 9 грамм на килограмм веса мяса она стоит мясо просаливается периодически мы его перемешиваем вот так вот в общей массе мне солить нравится больше и теперь смотрите бонус то что мы обваливаем тушку индейки и срезаем с нее вот такие вот большие куски у нас на кусках на костях остается все равно очень много мяса который если использовать куда-то на супы ну это тоже на эти где-то эти кости надо хранить я эти кости чуть-чуть провариваю буквально немножечко индейка молодая мясо отделяется от кости моментально и вот это вот обваленная с кости мясо индейки чистейшее натуральное она тоже идет во все банки за счет этого у нас опять-таки полные банки потому что вот это чуть-чуть проваренное мясо она уже в объеме не уменьшается она не теряет из себя сок при автоклавировании и и за счет этого у нас вся вся туша индейки утилизируется это очень выгодно и так как это чистейшее тоже съемное мясо опять-таки от кости и производитель и конечный потребитель от этого только выигрывает и дальше продолжаем накладывать наши баночки мясом главное тоже не переложить потому что если будет банка излишне полная при нагревании из нее будет выходить излишек вот этого бульона и банка будет неполная и в конечном итоге мясо нашей индейки будет не такое сочное не такое аппетитная сейчас вот у нас хопа хопа сюда по весам у нас все отлично совпадает и баночки полные и индейка наша утилизирована сто процентов чуть-чуть места есть можно еще сверху этого отварного миска добавить вот так вот какая все равно при использовании тушенки все отлично при использовании тушенки кусочки готового мяса мы будем все равно разминать при употреблении ну и все закручиваем крышками и закладываем автоклав так перед началой работы на автоклав устанавливаем силиконовую прокладку устанавливаем фальш дно кромкой вверх потому что если мы вы его поставите вот так вот четыре ряда банок не войдут я уже пробовал первый раз я его вот так вот поставил установил все банки крышка не закрывается поэтому кромкой вверх фальш дно наливаем литр воды вот видите литр там плюс-минус не важно и заполняем автоклав нашими баночками огромный огромный плюс этого автоклава его производительность и продолжаем закладку банок в автоклав очень удобно что дно банки состыковывается с выемками на крышке то есть банки в рядах не болтаются не шатаются вот так вот мы их ставим кромочка в кромочку совпадают и банки очень устойчиво стоят в один ряд 8 банок есть три модернизации автоклав домашний заготовщик можно на 16 банок на 24 либо на 32 так как я скажем так производитель продукции и счастливый обладатель довольно большого хозяйства домашних животных моем случае я считаю оптимально брать вот такой самый большой размер и когда я выбирал автоклав меня как раз таки это производительность и больше всего интересовало потому что ну смысл делать так делать да вдруг такая массовая заготовка чтобы уж прям на эти партии были так партии поработать один раз отмучаться и все нежели вот это вот ложка ц одну закладку вторую третью она понятно когда какой-то большой забой массово идет она приходится и в этом автоклаве несколько закладок делать ну вот по горе вот этой тушенки вы видите что я уже достаточно протестировал данный автоклав и с полной ответственности могу вам сказать что я данным автоклавом очень доволен тушенка получается отличная естественно мы на камеру откроем посмотрим какие они баночки какой конечный результат ну вот смотрите вот вот его уже видно одно смотрите какой красивый лаварушечка и морковь очка лучок горошек бульончик то нет какая тушенка будет а куда я еще две банки дел индейка закурлыкова и две банки убежали на самом деле вытирался стола накрыл полотенцем и потерялись потерялись и банки мы все банки составили видите четыре ряда по восемь банок отлично устанавливаем крышку совмещаем тут вот силиконовой прокладки есть паз в него вставляется намертво крышка проворачиваем чтобы конусы совпадали закрутками и все перед работой самое главное проверяем спусковой клапан дважды его так вот проворачиваем чтобы были щелчки и все это знаете что он работает функционирует и процессе у нас все будет хорошо закручиваем винты не надо никакого там особого фанатизма чтоб до дури их прям проворачивать чтобы у вас аж пор из ушей валил так все состыковывается что гарантирует нам герметичность отлично я выкручиваю очень прикольно что на данной модели автоклава у данного производителя у домашнего заготовщика есть такая фигня на как там по научному называется но то что она металлическая она при углублении в тару в воду опускаем конец в миску с водой если набирается лишнее давление клапан сброса сбрасывает лишний пар и когда пар выходит трубка не выскочит из миски с водой и опять-таки не обождет вас если вы будете находиться рядом автоклав закрыли шланг сброса давления опустили в миску с водой вот здесь установлен термометр в гильзу добавляем несколько капель масла чтобы было более точное измерение и следим за режимом на первых парах можно выставить довольно большой огонь чтобы но быстрее нагрелась и как закипит вода в автоклаве будет происходить испарение клапан закроется паром вы сначала будете слышать шипение вот это вот там начинает температура приближаться к 100 градусам автоклав начинает шипеть издавать звуки страшные просто неимоверно как многим может показаться далее паром клапан закрывается и начинается набор внутри давления и дальше уже можем убавить не можем а нужно убавить газ большого на средний и на каждый вид мясо есть вот такая замечательная брошюра на идет каждому автоклаву вот у нас тушенка из индейки банка 05 при температуре 120 градусов 40 минут готовим дальше выключаем нагрев и ждем остывания я обычно закладываю на ночь как и сейчас происходит поздний вечер до за ночь автоклав абсолютно остывает и утром можно доставать готовую замечательную шикарную великолепную лучшую тушенку и употреблять ну конечно желательно чтобы тушеночка месяцок-другой настоялась она тогда между собой все ингредиенты подружатся морковочка лучок специи отдадут все свои ароматы а смотрите какая красивая а вот где-то у меня тушенка которая более яркая за счет того что вот видите она более яркая за счет того что в ней чуть больше морковки я добавил и тушеночка яркая доброе утро дубки на связи автоклав вчера вечером отработал тушенка приготовилась он полностью остыл теперь его без проблем можно открывать хотя в принципе даже когда остывает до 80 градусов вот на этом термометре я тоже открываю два раза поворачивать этот клапан сброса давления и открываю не дожидаясь потому что чтобы две партии сделать сразу смотрите тушенка готова крышечки втянулись она уже остыла какая красота выгляните так вот когда сразу достаешься 1 идут пузырики смотрите какова красота ну ребята это песня это песня здесь у меня целая батарея из банок тушенки из индейки которые я делал две партии ранее смотрите чё я вам говорил про морковку чуть больше морковочки и она уже отдает цвет смотрите цвет пошел вверх и потом постепенно окраситься весь бульон в баночке ну какова красота ребята это не только красиво самое главное это вкусно полезно и натурально чистейшие мясо полная банка чистейшего мяса никаких костей все готово все приготовлено так вот наготовить сложить в погреб потом составить картошечки отварить пюрешечку потолочь баночку открыть с того же погреба можно достать наливочку кстати к этому автоклаву отдельно продается в комплекте колонна для приготовления алкогольных напитков вот здесь вот этот клапан ну вот это вот откручивается и сюда таким же фиксатором быстро прикручивается колонна и можно в автоклаве готовить не только тушенку но и алкогольные напитки говорю с этого с погреба достали тушенку самогонку и выпить и закусить и все свое родное посмотрите какая у меня маленькая банка получился это тоже остаток мяса остался и автоклаве место было вот из-под мойвы икры в баночку сложил тоже красиво на разу лечку так поесть кусочки мяса бульон прозрачный красивый стать по поводу этого бульона на форумах на обсуждениях тоже очень много вопросов у кого загустевает сразу у кого не загустевает кто-то там коллаген промышленно добавляет кто-то свиную шкуру добавляет через мясорубку прокручена не знаю некоторые знаете что пишут что если например не догревать до 120 градусов то получается больше вероятности что загустеет ну я не хочу потому что я бы еще раз говорю технологии есть технологии особенно когда тушенка делается на продажу это гарантия качества вот вот эти вот эксперименты ну для себя естественно кто-то там делает и не догревают чтобы и товарный вид красивый был и опять таки тоже не сказать что это прям стопроцентная информация что если например при комнатной температуре стоит тушенкой и в ней образуются желе но так пишут что это значит не был соблюден режим автоклавирования то есть автоклавировалась не при 120 градусов а при более низкой температуре и некоторые вот со дна ведь я тоже говорю накладываешь чуть накладываю банки полные хочется чтобы красивый товарный вид был и при приготовлении из них излишний сок иногда все-таки выходит и вот видите нижние банки по ним жирок подтекает и нижние банки приходится мы чтобы они жиром руки не пачкали но в целом в целом в чем вся самая суть вся самая фишка автоклава производительность 32 банки 0 это ребята мне кажется просто феноменально шикарно бомбезно мне кажется пока других марках автоклавов я не видел чтобы была такая великолепная шикарная производительность это очень важно особенно при нашей сельской загруженности заложил так заложил приготовил так приготовил опять-таки лучше сделать две партии по 32 банки нежели сколько там у меня с математикой вообще в этом плане ребят плохо знаете как в каком-то там фильме я не помню джастин тимберлейк нифига не умел быстро считать вот я в этом плане точно такой же дурак на быстрые математические расчеты ну короче лучше 2 по 30 чем 3 по 20 не суть короче концовочка результат налицо я результатом полностью доволен вы ребята я уже жую вкусно неимоверно ставил в холодильник чтобы посмотреть будет ли желе ну вот смотрите холодильники желе образуются вот она индейка разломил кусочки чтобы попробовать все приготовилась все вкусное сочное самое главное ребята сочная потому что это индейка грудка индейки и приготовить ее вкусную сочную это ну зачастую проблематично и скажу вам честно индейка тушенка из индейки намного вкуснее нежели ее готовить как-то другими вариантами то есть она получается за счет и замкнутого пространства в банке за счет того что она готовится по сути в собственном соку и что я еще добавлял чуть-чуть бульончиков которым проваривались кости просто сочная ароматная обалденная несмотря на то что она стояла всего лишь ну сколько дней 5 наверное вот этим баночкам которые я первый приготовил она уже напиталась насытилась такая вкусная ароматная вот видите помните я добавлял в каждую банку чуть-чуть отварного мяса вот по сути смотрите его здесь вообще даже не видно она но смешалось с кусками готового вот этого мяса вкусно немоверно еще знаете секретик вот на вот этом каково жирочки который сверху образуется какая вкусная и шинка ребята вот открываете баночку если есть сверху чуть-чуть жирочек на индейке на сковородочку разбиваете туда яички и это просто неимоверно вкусная яичница будет и я вас уверяю вот этим только наслаждаться приятного мне аппетита автоклав домашний заготовщик ссылки на сайт производителя будут в закрепленном комментарии и в описании как обычно я считаю просто шикарная штука переходите на сайт заказывайте пользуйтесь ну и наслаждайтесь натуральным шикарным домашним продуктом всем пока